Жители деревни Горки обратились за помощью к депутатскому корпусу и администрации округа. Местный предприниматель и владелец территории, на которой находится гостиница, взял в аренду у подольского лесничества прилегающий участок земли с выходом к пруду. На этом месте сейчас идёт строительство базы отдыха и лодочной станции. Он заключил договор аренды с лесничеством. Данный земельный участок, который мы ставим, находится в аренде на 49 лет. Документа мы пока не видели. Надо будет, соответственно, экология, отдел экологии сделает запрос в подольское лесничество, чтобы понять законность расположения данного этого участка и выделения земельного участка в аренду. Основным объектом возмущения стал возводимый забор, отсекающий пешеходную дорожку вокруг водоёма, по которой все привыкли ходить. Забор появляется, он ночью появляется, когда никто не видит. То есть днём приходишь, может стоять одна секция. На следующее утро приходишь, тут уже стоит ещё дополнительно 3-4 секции. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко вместе с представителями отдела экологии приехал на место, чтобы разобраться в ситуации. Было решено создать рабочую группу, в которую войдут активные жители. В ближайшее время будет организована встреча с собственником участка, так как на контакт со своими соседями по деревне он не идёт. Мы удостоверим факт вообще нахождения, здесь ли границы эти находятся, этих участков, которые, собственно, я взял в аренду. И проверку проведём на предмет вообще соответствующему законодательству того, что он здесь уже сделал. Плюс, естественно, мы его пригласим сюда, и он должен будет рассказать жителям, что он будет здесь делать и как мы будем иметь доступ к воде. По словам рабочих, установленный забор временный. Якобы после того, как здесь будет проведено благоустройство территории, его уберут. Но никакими документами пока это не подтверждено. Я же говорю, он уберётся. Я вам ещё раз говорю, он перенесётся вот сюда. Оставить-то его зачем тогда? Если его туда уже поставили, причём вполне капитально. Забили, осталось только бетоном залить. Ситуация находится на контроле у администрации округа. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Евгений Садовский, Видное ТВ.